Магнитный сверхпроводник Для сверхпроводимости необходимо охладить сверхпроводник до температуры 77 кельвинов. Это делается с помощью наливания жидкого азота в этот криостат. Поскольку магнитные силовые линии этих магнитов таким образом организованы, чтобы поле в продольном направлении не менялось, только в этом направлении он и может двигаться. Данные подвесы можно использовать для подвеса роторов высокооборотных электрических машин, подвеса маховиков кинетических накопителей и для системы высокоскоростного транспорта. Это неизбежное будущее, но вопрос только в финансировании и как скоро это будет реализовано.